Основные изменения по расходам в проекте бюджета муниципалитета обсудили на заседании окружного совета депутатов. В этом году они увеличены на социальную сферу и дорожное строительство. Также дополнительные средства по муниципальной программе будут направлены на образование, спорт и формирование комфортной городской среды. Планируемые доходы бюджета составят в 2022 году 36 миллиардов рублей, расходы 39 миллиардов рублей. Проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на следующие основные цели. Финансовое обеспечение госгарантий, реализация прав на получение дошкольного и общего образования в муниципальных организациях в сумме 43 миллиона рублей. На ремонтные работы в детских садах дополнительно направлено 8 миллионов рублей. Наем транспортных средств для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно 3,6 миллиона рублей. В ходе заседания глава округа Андрей Иванов обратил внимание депутатского корпуса на знаковые события, которые произошли в Звенигороде в этом году. К 870-летию города здесь произошли значительные изменения. Открылся после реконструкции стадион «Спартак». Прошел капитальный ремонт Веденской школы. Состоялось открытие нового диагностического отделения. Идет реставрация Манежа и Самина-Старожевского монастыря. Поручение губернатора Московской области Андреевича Воробьева к этой дате в городе стартовали масштабные преобразования. И на прошедшей неделе мы подвели итоги трехлетней подготовки к этому юбилею. Благоустроен исторический центр. Теперь это красивые улицы с широкими мощенными тротуарами, новым освещением, лавочками современным озеленением. Это улицы Почтовая, Чехова, Московская, Фабричного, Ленина и другие. Вторую жизнь обрели скверы молодежные Савы-Старожевского. Также на заседании депутаты одобрили изменение границ между Одинцовским и Красногорским округами. Мы видим дифференцирование категории использования земель, которые находятся на этой территории. Чуть больше половины территории – это земли лесного фонда и водные объекты, которые, как вы понимаете, не приносят, не имеют доходной части бюджета, но, безусловно, влекут нашу расходную часть. Мы вынуждены содержать эти объекты и чистить. То есть доходная часть бюджета составляет всего 47%. Большинством голосов Совет депутатов поддержал передачу Красногорску этих территорий. В результате из Одинцовского округа в Красногорске должно быть передано около 290 гектаров земли. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.